Доброе время не суток, уважаемые зрители информационного канала Камчатский регион. С вами главный редактор Шуманин Владимир Юрьевич. Дело в том, что поводом для сегодняшнего и необходимости сегодняшнего разговора стали участившиеся события применения властями недозволенных способов обращения с гражданами. То есть уже власть настолько обалдела от своей безнаказанности, что даже когда человек ничего такого не совершал, чтобы можно было как-то умерить, скажем так, в кавычках его протестную активность, на него, так сказать, натравливают разного рода мерзавцев, которые, значит, потом это самое свое право, установленное этим же государством, реализуют с тем, чтобы человек оказался за решеткой. Ну, все мы знаем, так сказать, вот события последнего времени, когда, значит, вот в марте 19-го года вышел, значит, пешком на Москву Александр Габышев, это шаман якутский, которого уже, значит, 19 сентября ночью задержали, вот, поместили за решетку, там из него сделали псих и признали, вот, и собирались, в общем-то, его одержать, там неограниченное время, так сказать. Но дело в том, что у них это у власти не получилось. Карательная психиатрия, вообще, конечно, не вчерашнего дня разговор. Еще в 2016 году был доклад Международной организации АГОРА, которая проанализировала возрождающуюся карательную психиатрию в России, и вот она уже предостерегала о том, что эта организация, что, значит, нельзя обществу с этим мириться, надо, в общем, даже как-то призадумываться о том, чтобы как-то противодействовать этому, значит, скажем, очень удобному способу для государства, людей, значит, без всякого на то основания хватать, помещать за решетку, а потом, значит, типа попробуй доказать, что ты, значит, не псих. Вот. В этой ситуации неоднократно независимая психиатрическая ассоциация России выступала, значит, с своими, скажем, различными расследованиями, там, докладами, в которых признавала, что у нас ежегодно десятки людей помещаются в психиатрические клиники без всякого на то основания. Вот. Ну, я, в общем-то, хотел бы вам сегодня рассказать историю, которая стоит особняком в этой всей цепи, мерзкой цепи, так сказать, вот этих злоупотреблений государством своими правами в цели по вопросу психиатрической помощи. Я имею в виду историю с Антоном Николаевичем Булгаковым, это житель Сургута. Вот. Эта история произошла, так сказать, в конце 2018 года. Вот. И продолжается эта история по сей день. Ну, зачем я-то буду говорить об этом? Пускай нам Антон Николаевич сам, так сказать, расскажет о том, что с ним произошло. Вот. И я передаю ему слово. Уважаемый Антон Николаевич, слушаем вас, смотрим на вас. Я человек Антон Николаевич Булгаков, журналист в СМИ, порядок, прямой эфир, блогер и правозащитник. Летом 2018 года, полтора года назад, в Сургуте люди, чьи права нарушались, начали активно отстаивать свои права и свободы. Нам удалось вернуть законному владельцу украденный со штрафстоянки автомобиль, на котором ездили по поддельному договору купли-продажи. И законный владелец долго не знал об этом и не мог найти свою машину. Нам удалось заставить управляющую компанию ООО КДЗВЖР признать, что они без суда и без уведомлений отключают от электричества квартиры, в том числе квартиру, в которой проживала женщина с двумя малолетними детьми. После нашего видеопохода в управляющую компанию, ее квартиру тут же подключили обратно к электричеству. Позже, когда мы просто пришли в эту управляющую компанию подать письменные заявления, главный инженер Русин Алексей Александрович, ныне директор, разбил мне телефон и применял физическую силу к нам. Позже Русин попытался перевернуть ситуацию и требовал привлечь нас к уголовной ответственности в заподачу заявлений в приемную. Судья от нас дважды закрывала своих кабинетов, хотя официально звали на процесс и ознакомиться с материалами дела. Ни один судья не удостоверил свои полномочия и личность. В самом начале нас задержали в налоговой полицейские, во главе которых был Бабушкин Владимир Анатольевич. На тот момент начальник полиции города Сургут. Он сам на себя под видео наговорил, после чего нами заинтересовался отдел Т, это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом, где работал его родной сын Бабушкин Антон Владимирович. Он публично оскорбил женщину, назвав ее особью женского пола, сказал, что я похож на террориста по ориентировке, если мне приклеить бороду, и что у меня в рюкзаке динамит, и я принимал боевые действия в Сирии. Нас несколько раз арестовывали и осуждали по поддельным протоколам, по статьям 19.3 невыполнение законных распоряжений сотрудников полиции, и 20.2 это мелкое хулиганство КАПРФ. Один раз нас без суда продержали в камере более 48 часов, всего 55 часов. Один раз судилище состоялось после 48 часов задержания. Один раз судилище состоялось после 48 часов задержания. Все надзорные органы и инстанции прикрывали и прикрывают до сих пор все действия и бездействия сотрудников полиции. Через месяц нами заинтересовался отдел Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Нас крутили два месяца и пытались сделать из меня лидера секты, либо лидером экстремистского сообщества. Каждый раз, когда мы записывались на прием к мэру города Сургут, к начальнику полиции и к начальнику налоговой, нас задерживали либо арестовывали. Я был вынужден пойти на крайнюю меру и вызвал на словесную дуэль начальника полиции города Сургут Ерохова. Через несколько дней по фальшиму постановлению не относятся к жилым помещениям. Судьи Шерстобитова ко мне в квартиру зашли оперативники отдела Т при поддержке ОМОН, во главе которых был майор отдела Т Бабушкин Антон Владимирович. Это родной сын в Рио начальника полиции города Сургут. На время отпуска начальника полиции Ерохова Бабушкин-младший находился в прямом подчинении у Бабушкина-старшего. 25 сентября 2018 года Бабушкин-младший при поддержке сотрудников отдела Т и ОМОН похитили из моей квартиры вещи и технику на сумму около 400 тысяч рублей. Мне надели наручники и поставили к стенке, и я не видел, что вы носили. Ни свидетелей, ни понятых не было. Были двое представителей общественности, которые работают в той самой управляющей компании ООО УК ДСВЖР. То есть, по сути, являлись заинтересованными лицами. Сотрудник ОМОН ударил моего отца по правой руке. Моему отцу 70 лет, и он еле передвигается. Я встал между ними и сказал, ты зачем бьешь тарика, бей меня. Сотрудник ОМОН в маске хотел и меня ударить в этот момент, но его остановил мой вопрос. У тебя отец есть? Из моей квартиры вынесли много вещей, а меня доставили в отдел Т в наручниках, как террориста, лицом в пол. Мне одевали пакет на голову, пытали, били электрошокером и отбили всю печень. Мне сразу дали 10 суток за якобы невыполнение законных требований сотрудников полиции. Та же статья, статья 19.3 КАПРФ. Хотя в сети интернет есть множество видео, на которых видно, что я ни разу не матерился, не сопротивлялся и никого не оскорблял. Позже я узнал, что моего отца оставили без связи, похитили все телефоны и оставили без попечительства. В основном я готовил ему еду. Но им показалось этого мало, и они отключили ему электричество. По окончании 10 суток мне устроили карусель, не выпуская на свободу ни на секунду, посадили в УАЗик и доставили в отдел полиции, вменяя, что я сопротивлялся при выходе на свободу. И мне снова присудили новые 12 суток в той же камере, по той же статье, статья 19.3 КАПРФ. За эти 22 суток мы много раз говорили с сотрудниками отдела Т, основная цель их была сделать из меня американского агента, лидера секты, лидера экстремистского сообщества, выставить меня психом, ну и так далее. Они сразу начали использовать мою технику для имитации террористической и экстремистской деятельности от моего имени и под моими аккаунтами. Вели переписку со многими людьми и провоцировали их. Открывали электронные кошельки и совершали денежные переводы с моего телефона и с телефона моего отца. В мой адрес звучали множество угроз, всех тематик. Ты достал весь город, еще одно видео и я тебе лично положу в карман 1 кг героина, посадим тебя в камеру к пидорам, ну и с песней слов не выкинешь, вызовем в лес, вывезем в лес, сдадим в психушку и так далее. В эти 22 дня в камере дважды были бельевые вши и дважды проводилась дезинфекция. Мне пришлось выкинуть всю свою одежду, в том числе и нижнее белье. За два дня до окончания второго срока, 12 суток, меня отвезли в психушку и требовали от меня добровольно пройти курс лечения. Я, естественно, отказался и ничего не подписывал. По окончании второго срока, всего 22 суток, мне устроили двойную карусель и снова не выпуская на свободу, отвезли и сдали в психушку уже принудительно. Позже выяснилось, что в качестве оснований были указаны только слова сотрудников. Ни одного видео, ни одного документа, ни одной улики предоставлено не было. Так и было везде прописано, со слов сотрудников полиции. Якобы я сам себе наносил увечья в камере и был склонен к суициду, что я якобы находил по камере в каком-то металлическом шлеме и даже спал с ним. В общем, полный бред. При поступлении в психушку я подписал только один документ – маленький квиток по технике электробезопасности. Так я дал понять, что я не собираюсь устраивать пожары или диверсии. В психушке мне сразу запретили звонки и свидания, полная изоляция. Однако белевые вши из камеры мигрировали в психушку вместе с моей одеждой. Принудительно всех брили наголо, везде, по всему телу и мыли спецсредствами. Суда о признании меня психически больным и недееспособным не было. Они сразу пришли к лечению по решению суда. Через два дня в закрытом медицинском учреждении, в изолированной от звукопалате номер один, прошло якобы открытое выездное судебное заседание с участием неустановленного лица в черной мантике, по фамилии Бурлуцкий. Назначенный мне адвокат Дерин Дяев, вопреки адвокатской этике, пошел против своего подзащитного и требовал назначить лечение. Они даже слушать меня не стали, а просто удалили из палаты номер один. Позже мы узнали, что мне, здоровому и недееспособному человеку, не было решения суда о признании меня недееспособным, присудили бессрочное и пожизненное принудительное лечение. Благодаря вмешательству международной общественности нам удалось добиться встречи с уполномоченным по правам человека Хмао Стрибковой. И мне удалось оформить две доверенности на представление моих интересов в судах. Так началось мое третье незаконное задержание с двойной каруселью. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу мне не давали, чтобы написать апелляцию. Якобы лечащий врач Гусейнов Фарид Альбертович так и заявил, пиши крови. Пришлось договориться с одним из пациентов и купить ручку за тысячу рублей. В психушке меня незаконно удерживали 62 дня, внутри помещения прогулки были запрещены. Свежим воздухом приходилось дышать через щель в окне. Меня ни разу не привязывали к кровати, не кололи, не пичкали таблетками, но провоцировали каждую минуту и секунду. Воду приходилось пить напрямую из-под крана, постоянно то разрешали, то запрещали звонки и свидания. Главный посыл был такой, подпиши документы о добровольном лечении и сразу все разрешим. Звонки были разрешены с общего стационарного телефона только на городские номера и только на 2 минуты в сутки. Мне поступали недвусмысленные намеки, переоформив квартиру на нас и мы тебя тут же отпустим. В психушке они даже собирали большую комиссию из 35-40 врачей и студентов во главе с профессором из университета. Хотя мне озвучивали, что это будет просто беседа. Как минимум трое писали все на диктофон. Это было похоже на сцену из фильма «Собачье сердце». Вот только сделать из меня психа им тоже не удалось. На вопрос профессора «Как вы думаете, почему вы тут?» Я ответил, что я здравомыслящий человек, исследователь и правозащитник. И тружусь безоплатно во все общее благо, помогая простым людям, что меня незаконно удерживали и судили по поддельным протоколам и пытались сделать из меня террориста или экстремиста. И вот теперь пытаются сделать из меня психа. Позже мы узнали, что главного врача психушки Новикова Андрея Петровича назначает сама губернатор ХМАО Комарова Наталья Владимировна, которая позже на мой вопрос о коррупции 5 октября 2019 года ответила однозначно «У нас нет никакой коррупции». Сейчас, одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Мне помогали всем миром, но и я не сидел без дела. Написал более 200 страниц, рукописи и множество обращений и требований. Писал 13 ручек, чтобы добиться свидания и звонков, приходилось идти на крайние меры и устраивать три голодовки. Первые две сухие по трое суток и третья на пять суток с переходом в сухую на третьи сутки. Благодаря общественному резонансу и международной поддержке мне звонили со всей страны и со всего мира. Нам удалось подготовить грамотную апелляцию и выиграть апелляционный суд, который состоялся 18 декабря 2018 года. По словам безоплатного адвоката, предоставленного уполномоченным по правам человека, это был прецедент России. Впервые было отменено бессрочное принудительное лечение. Общая продолжительность незаконного тройного задержания с двойной курселью без выхода на свободу составила 84 дня. 10 плюс 12 плюс 62 дня. Все, время. О, ребята кушают, обедают. Ого! Чашка мне. Пять суток не ел. Но на этом все не закончилось. В ночь с 28 на 29 декабря в час 36 якобы пожарными в черных масках была взломана дверь в тамбур по моему адресу. Это была единственная взломанная дверь в первом и четвертом подъездах. По официальной версии задымление было именно в четвертом подъезде. Но искать источник задымления решили в пизде на четвертом этаже и именно в нашем правом крыле. Ни я, ни чего в этот день не готовили на плите. Через закрытую тамбурную дверь мы с соседями сказали, что у нас нет ни пожара, ни дыма, ни запаха. Но они все равно взломали дверь и даже не переступали порог. Почему взломали именно дверь нашего тамбура? Ответ очевиден. И вы его знаете. Сразу после освобождения из психушки мы стартовали кампанию по привлечению к ответственности всех причастных лиц, согласно законам РФ. Мы множество раз обращались с заявлениями о преступлениях, а это более 600 документов на более чем 6000 страницах. И это только от меня, и это только за полгода. Нам удалось заставить признать прокуратуру, что вещи из моей квартиры были изъяты незаконно, то есть по сути похищены. И прокуратура вынесла представление о возврате вещей в течение месяца в адрес УМВД России по городу Сургут. Однако сотрудники полиции проигнорировали законные требования прокуратуры. Нам пришлось обратиться в суд. Сам прокурор города Сургута почему-то этого не сделал, хотя обязан был это сделать по закону. 12 марта 2019 года мы подали имущественный иск УМВД России по городу Сургут соотвечившим УМВД России по ХМАУ. С требованием вернуть незаконно изъятые не только мои вещи, но и вещи моего отца, моих друзей и моих клиентов. Я занимаюсь ремонтом компьютеров. Через 7 часов после того, как я разместил об этом информацию в сети интернет, мне стало известно, что дверь в мою квартиру выпиливают супер-болгаркой и выламывают кувалды, неизвестные в черных масках и в черной форме с надписью ОМОН. На место прибыли мои друзья с доверенностью от меня и пытались выяснить, что происходит. Сотрудники полиции при поддержке ОМОН во голове того же Бабушкина Антона Владимировича снова похитили новые вещи из моей квартиры. Не предъявили ни одного документа, основания, ни удостоверения сотрудников полиции, ни протокола изъятия, не опечатали квартиру без двери, не составили протокол осмотра помещения. Более того, у моих друзей были изъяты личные вещи, которые у них были с собой, видеокамеры и три сотовых телефона. К ним применили физическую силу и спецсредства. Одного из них арестовали по той же надуманной статье 19.3 КАП РФ. Моим друзьям удалось заснять на видео часть этого беспредела, и мы тут же выложили его в интернет. Сотрудники полиции похитили новые вещи, но не только мои. Из моей квартиры успешно покинули помещение, не показав ни одного документа. То же самое сделал прибывший участковый, оставив открытую квартиру неопечатанной. Позже выяснилось, что по официальной версии сотрудники полиции искали у меня в квартире труп, либо неадекватного мужчину. Якобы именно из моей квартиры издавался трупный запах, и по подъезду бегал неадекватный мужчина. Мы предполагаем, что искали именно мой труп, либо хотели сдать меня снова в психушку. Мне повезло, что в это время меня не было дома и даже в городе. Ни одного документа по захвату квартиры мы до сих пор не видели. Никаких доказательств, что мне эти документы направлялись и вручались, нету. Мне пришлось начать вынужденное путешествие по стране, дабы не стать тем самым трупом в своей квартире, или тем самым неадекватным мужчиной, который якобы бегал по подъезду. Домой мне удалось вернуться только спустя более чем полгода. Все это время мы удаленно доказывали всем надзорным инстанциям и судам, что все, что творилось, было противозаконно. Что это вообще было, до сих пор остается загадкой. Я никогда не проходил и не прохожу ни по одному уголовному делу, ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни свидетелем. Кошмарили не только меня, но и все мое окружение. Даже тех, с кем я просто поздоровался на улице. Мне потом высказывали, что к ним подходили сотрудники полиции и опрашивали их по полной программе с пристрастием. До сих пор не озвучено ни одной официальной версии, почему к нам проявлено столь пристальное внимание со стороны сотрудников полиции, в частности, о терроризмом и экстремизмом. Ответ стал очевиден позже, когда в ходе журналистского расследования выяснилось, что майор отдела Т. Бабушкин Анатолий Владимирович поставил личные интересы выше закона и просто мстил за своего родного отца, в Рио начальника полиции, Бабушкина Владимира Анатольевича, который сам на себя наговорил под видео. В полиции города Сургута работал целый семейный мафиозный клан Бабушкиных в составе из как минимум трех человек – муж, жена и их сын. Это официально признало МВД России Пахмао-Югре. Есть документы. В Сургуте в полиции в течение полугода действовала семья в составе из трех человек, то есть по фамилии Бабушкина. То есть родственники в очень близких отношениях по сути создали мафиозный клан в полиции города Сургута. И когда я об этом говорил полгода, меня никто не слушал. До тех пор, пока Бабушкин-младший не начал распускать руки на улице из-за того, что он сам заклеил свои номера. Вот к чему это приводит. Это я о чем? Я о том, что Бабушкин-старший Владимир Анатольевич, который был в Рио начальника полиции, это его отец. То есть отец, сын и их мать, которая в отделе кадров работала. То есть это вот такой семейный клан, который работал. Вы говорите, у нас нет коррупции. А что это, если это не коррупция? У меня есть документы, доказывающие, что это на самом деле, они это называют конфликт интересов. То есть факт состоялся. Бабушкин Анатолий Владимирович был в составе этого конфликта интересов. Две недели назад я узнаю, что Вадим Николаевич, мэр города Сургута, принимает на должность советника по безопасности Бабушкина Анатолия Владимировича. И вы говорите, у нас коррупции нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Что за вопрос? У нас нет коррупции. Мне этот человек нужен. То, о чем вы говорите, у меня не было, по Бабушкину, никаких, будем говорить, решений суда или других каких-то органов, для того, чтобы я не сделал это решение. Я не виноват. Успевайте. Какие ваши права? Прошу любить и жаловать. Я не виноват. Вы это выключили, пожалуйста, в моем присутствии. Ясно или нет? Ваши документы, пожалуйста. На основании нахождения на территории Российской Федерации. Подождите минуточку, вы не законы. Я не виноват. Вопросы я здесь задаю. Мне дано право задавать вопросы. Что я и делаю. Я разговариваю нормально. Прошу любить и жаловать. Успевайте. Какие ваши права? Да? За что вы говорите? Есть документы с собой? Берегите, берегите, поставьте, беру. Пишите жалобы, пишите жалобы. Сначала вы ответите, понимаете? На каком основании вы жалобы собираетесь писать? На каком основании? Я еще раз повторяю. И что? Да, вижу, что особь женского пола. По внешним признакам так и есть. Мои требования, законы. Еще раз говорю. Вы обязаны. Я вам не обязан номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Я обязан. Вы обязаны знать. Я не виноват. Это не ваше дело, потому что мой взгляд порывал. Не ваше. Вас-то какое это дело касается? Я не виноват. Мне жаль, что вы плохо считаете. В случае, значит, отказа применить физическую силу. То же самое к этому гражданину. Пожалуйста, доставить. За выясненную личность вы задерживаете. Отчитайте, значит, в комментарии. Будут оказывать сопротивление, применяйте согласно закона. Кто, значит, вместе, на ворот, который внешний попорщик к городу приклеит, он по ориентировке под судей. Я хочу, будет жена на кухне выполнять, понимаете? Почему они прошли сюда недосмотренный миф? Что у него в сумке? Что у него в сумке? Динамит у него там лежит. Он сейчас зарвет на свет. Он еще до пенсии три года. Ну, конечно. Как минимум полгода целый отдел Т по борьбе с терроризмом в составе примерно 25-30 сотрудников занимался простым блогером и пытался сфабриковать новую террористическую и экстремистскую ячейку на территории города Сургут. Именно начальник этого отдела Луценко Дмитрий Николаевич и выписал направление о сдаче меня в психушку. Террориста и экстремиста изменения удалось сделать и они решили сделать из меня психа и заколоть в психушке в ходе незаконного, бессрочного, пожизненного, принудительного лечения. Но апелляционный суд встал на сторону здравого смысла и отменил это решение. В итоге за 2019 год в отставку ушел начальник полиции города Сургут Ерохов, его зам Вриева начальника полиции города Сургут Бабушкин Владимир Анатольевич, а его родной сын Бабушкин Анатольевич попался на заклеенных номерах автомобиля. Поймал его на этом сосед по подъезду, тоже сотрудник полиции Сергей Иванов. Бабушкин младший разговаривать не стал и сразу полез в драку, но делался он только административным штрафом на 5000 рублей и досрочным уходом на пенсию. Спустя год нам удалось забрать часть наших вещей из полиции в ужасном состоянии. Дверь в мою квартиру по-прежнему стоит в сторонке рядом со входом. Мы многократно заявляли, что ситуация в городе Сургут критическая, но все закрывали глаза на беспредел сотрудников полиции. Это чистая случайность, что бабушкин младший только руки стал распускать, а не достал табельное оружие и не стал стрелять во всех подряд, как это было в Москве в торговом центре несколько лет назад. Ни одного уголовного дела не возбуждено в отношении сотрудников полиции, судей, врачей и других лиц, принимавших участие в беспределе. Наоборот, бывший начальник полиции города Сургут Ерохов назначен зам начальника полиции Пахмао. Бывший в Рио начальника полиции города Сургут Бабушкин старший стал советником по безопасности мэра города Сургут. Бывший главный инженер УК ДСВЖ Русин стал директором. 5 октября 2019 года на встрече губернатора Хмао с жителями города Сургут я, как журналист, задал вопрос Бабушкину Владимиру Анатольевичу. Похож ли я теперь с бородой на террориста? От ответа он уклонился. Мэр города Сургута Шувалов Владимир Николаевич, когда узнал о клане Бабушкиных, ответил. Мне этот человек нужен. Губернатор Хмао Комарова Наталья Владимировна заявила, что у нас нет никакой коррупции. Ни террорист, ни экстремист, ни псих, есть решение суда, ни обвиняемый, ни подозреваемый, ни свидетель. Блогер, правозащитник, журналист, человек Антон Николаевич Булгак. Вся информация, видеодокументы доступны в открытом доступе. Ссылки на экране. Благодарство. Ну вот, уважаемые зрители нашего канала, вы бы выслушали историю Антона Булгакова. Видите, насколько, скажем, ему было трудно. И насколько было, скажем, тяжело доказать нормальному человеку, что он нормальный. Особенно, когда вся эта мерзкая сволочь в белых халатах пытается по заказу властей, для того, чтобы им хорошо жилось, чтобы их никто не беспокоил, доказать человеку, что он нормальный человек, и то, что он имеет право жить среди людей. Дело в том, что, конечно, можно было эти истории продолжать дальше, но обращаю внимание наших телезрителей, что не так все уж плохо. Дело в том, что Антон, как-то ему получилось, он же вышел из-за решетки, он же доказал, так сказать, через общественное влияние, через вмешательство международных организаций неправительственных, о том, что, значит, то, что с ним произошло, это заказ государства, который подлежит расследованию и наказанию. Но если брать еще и последние события, уже октября, так сказать, 19-го года, то тот шаман, о котором я говорю, Александр Габышев, все-таки его тоже выпустили. Почему? Потому что все шаманы Якутии встали его в защиту, в общем-то сказали, что сейчас его не отпустили, то мы пойдем тем же путем, что и он, только будет уже не один человек там с маленьким отрядом, а будет уже тысячи лететь и на Москву с тем, чтобы некто, так сказать, такое лусоватое существо, так сказать, без признаков интеллекта на лице, про совести вообще не говорю, было изгнано с этого самого Кремля. Вот. Из этого какой вывод? Что единственным способом борьбы с этими всеми мерзавцами в белых халатах является единство людей, которые хотят, чтобы в нашем государстве, в нашем народе, на нашей земле был порядок, чтобы никакая мразь, так сказать, не смогла каким-то образом реализовать, так сказать, свою волю, так сказать, своих хозяев и приличных, пассионарно развитых с совестью, с умом, так сказать, с волей людей, так сказать, их оставлять за решеткой, там, значит, их убивать. Вот. Поэтому я думаю, что наступило время создать какую-то сеть или наш портал, наверное, в сети интернет борьбы с этой самой карательной психиатрией. Мы пока не знаем, как мы это назовем, но я вам скажу точно, что у нас будет создан сайт, который будет иметь всероссийскую направленность, где будут фиксироваться все вот такие вот случаи для того, которые произошли именно в рамках карательной психиатрии. По теме карательной психиатрии, значит, эти они будут анализироваться, будет даваться экспертная оценка, потом они будут передаваться в эту самую Всемирную ассоциацию психиатров и повторится ситуация 83-го года, когда советские психиатры за это уже времен социализма, карательной психиатрии, были из этой ассоциации изгнаны. Это был большой позор для страны. Ну, если у наших чиновников считают, что надо повторять историю, ну, значит, мы им поможем в этом деле. Вот. Я не могу точно сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что придется несколько месяцев до этого момента поработать. Но я могу вам обещать то, что ни одна сволочь, которая пишет заведомо недостоверное заключение о том, что человек якобы болен, хотя он абсолютно здоров, просто он представляет опасность для государства, ни одна судья, ни один прокурор, ни один следователь не останутся без нашего внимания. Все их фамилии, все их имена будут на этом самом сайте, им будет дана соответствующая оценка, и мы добьемся, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание. А для этих людей я скажу отдельно в завершении своего выступления. Вы что, действительно, такие глупые, что не понимаете, что за все в этой жизни надо отвечать? Если уж вы творите такое большое зло, то вот эта власть, она не вечна. Ей придет конечность. Они уже огонь, они очевидные огонь в этой власти. Потом в власти приду мы, прием мы, такие как я, такие как Антон Булгаков и тот самый Шаман Габышев, который, в общем-то, сделал доброе дело, показал, так сказать, именно позицию якутского народа по отношению к нынешней кремлевской власти. Мы же вас не пожалеем и не простим. Мы не будем над вами издеваться, как вы собираетесь, как это делать сейчас. Но поверьте мне, что-то мне подсказывает, что по приговору народного суда закончите вы свои дни на рудниках, с кайлом в руках. Вот это я вам обещаю. Всего доброго. Победа будет за нами. С вами был главный редактор информационной агентства Камчатский регион Шуманин Владимир Юрьевич. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok